Дорогие друзья, коллеги, мне очень приятно, что мы стали часто встречаться именно по таким поводам, поскольку юбилей Московской консерватории, собственно, не ограничился этим годом. Он продолжается именно в таких акциях, именно в таких возможностях воздать должное тем, кто принес в консерватории славу. И, конечно, Лев Николаевич Абурин – это именно такая часть жизни консерватории, которая отмечена и записью золотыми буквами на мраморной доске, он там, как золотой медалист консерватории, значится, и совершенно незабываемой победой 20-летнего студента консерватории на первом конкурсе Шопена. И с этого, собственно, начался отсчет вот этих побед, великих побед уже советского пианизма. И, конечно, продолжением той школы, гумновской школы, которой он, собственно говоря, был привержен и передавал ее дальше уже по наследству. Это действительно был совершенно удивительный музыкант. Музыкант, который был раскрыт в самые разные сферы творчества, но уже, будучи студентом, он занимался и композицией у Мисковского, и дирижированием у Сараджева. Он был не чужд и музыковическим изысканием, был близок с Егорским. Вот поэтому все, что он делал, действительно, на всех этапах его пути было именно вот той меркой качества, которой есть традиция Московской консерватории. Но у нас появляются эти бюсты, с одной стороны, достаточно спонтанно, а с другой стороны, есть какая-то общая закономерность. Мы действительно очень ценим те дружеские жесты, которые делают наши друзья, причем самые разные. И таким образом постепенно выстраивается вот эта галерея, галерея славы Московской консерватории. Поэтому всегда есть инициаторы. В данном случае Михаил Сергеевич Воскресенский был именно таким инициатором, поскольку он самый прямой продолжатель этой великой традиции. И для нас великое счастье, что не иссякает именно вот такого рода преемственность. И сейчас все эти концерты, которые будут и сегодня, в том числе, тому зримое подтверждение. Воскресенский и его ученики. Поэтому, Михаил Сергеевич, огромная вам благодарность за все за это. Я очень рад, что вы меня представили вашему другу, автору этого бюста. Ну и, наверное, скажите, пожалуйста, свои слова. Я думаю, что скажет так же и сама. Спасибо большое. Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что эта инициатива, исходившая от меня, нашла горячий отклик у всех еще живущих учеников Ивана Николаевича Абурина. И я очень благодарен за имя Завидовича Шкеназе и Жене Королеву, великому пианисту нашего времени, и Тиграну Абрамовичу Алиханову, и Аркадию Гавриевичу Севидову, и многим-многим его ученикам, которые откликнулись на нашу просьбу. И мы смогли заказать вот этот бюст моему другу, замечательному художнику, народному художнику России, Валерию Андреевичу Евдокимову, скульптуры которого находятся и в Третьяковке, и в Русском музее, и многое за границей. Валерий Андреевич изобразил Льва Николаевича в период его победы на конкурсе Шопена. Таким образом, мы сейчас увидим молодого Абурина, который так блестяще выступил тогда на конкурсе, завоевав первую премию и проложив дальнейшую дорогу для всех будущих лауреатов, которых ныне есть честь. Вы знаете, Лев Николаевич Абурин был человек, человек-пример, вот пример честности, пример объективности, пример замечательного вкуса. Ведь если еще Шуман писал, да безбюрдеры боролись против филистеров, то приходится и нам бороться против филистеров, против обывательщины, против всего этого. И вот как раз Лев Николаевич обладал тем вкусом и прививал вкус к своим ученикам, который не позволял терпеть пошлость, не позволял терпеть слюнявость обывательщину в искусстве. И вот мы все призваны поддерживать вот ту высокую планку классического искусства, которым учил нас опорами. Спасибо. Я буду краток, потому что все уже сказано, все уже правильно отмечено. Я хочу просто добавить, что для произведения искусства большая честь находиться в этом помещении, в этом, я уж не знаю, храме искусства. И это, конечно, делают люди. Это не само собой так появляется. Михаил Сергеевич, я знаю очень давно, мы знакомы, наверное, где... Лет пятьдесят. Я часто бывал у него дома, и вот участие Михаила Сергеевича в таком деле не случайно, потому что дом насыщен художественной культурой. В виде книг, в виде живописи, скульптуры, разных предметов, связанных с культурным бытием человека. Это, безусловно, на всем протяжении нашего знакомства. Я должен отметить, что очень высокий вкус и творческий подход, который, собственно говоря, и сделал возможным обращение к этой теме в таком ее решении. Я благодарю всех, кто принимал в этом участие, всех, кто сегодня здесь с нами. И большое спасибо и желаю, чтобы эти стены наполнялись и дальше продолжали наполняться произведениями искусства. Спасибо. Парк 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 Парк. Сладывая эти последние слова, я позволю себе сделать анонс, который тоже, наверное, будет для всех приятен. Действительно, эти стены продолжают наполняться, и у нас уже на следующей неделе будет еще открытие бюста Радольфа Баршая. А следом за этим еще уже нам обещан бюст Давида Федоровича Ойстраха. Поэтому, можно сказать, складывается ансамбль, потому что Лев Николаевич как раз с Ойстрахом играл очень много, а также еще и трио с Кусевицким, поэтому, наверное, с Кусевицким, простите, да, поэтому вот такого рода перспектива нас очень радует. Так что будем скоро вновь встречаться по такому же поводу. Это с двух сторон. Спасибо. Спасибо.